Netflix впервые покажет сериал российского производства с локальным дубляжом, то есть не с субтитрами, такое уже бывало, а с полным переводом, причем на 25 языков. Сериал о том, как люди в будущем уживаются с человекоподобными роботами, называется «Лучше, чем люди». О продаже прав генеральный продюсер проекта Эдуард Илаян сообщил коммерсанту. По словам источников издания, сумма сделки может составить около миллиона долларов. На данный момент выпущено 16 серий, их уже показывали на российских онлайн-платформах, но не в телеэфире. Ранее Netflix покупал сериалы «Метод» российского производства, сериал «Троцкий», «Мажор», не так давно приобрел 12-серийное хождение по мукам за полмиллиона долларов, эта сделка считалась рекордной, но платформа показывала их после премьеры в российском телевизионном эфире и без локального дубляжа. А «Лучше, чем люди» впервые оказался в категории Netflix Original. Обсуждаем эту новость и перспективы российских производителей сериалов и вообще российского кино на американском и других западных рынках. С Ильей Шерстобитовым, режиссером Илья, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами в столь поздний по московскому времени час. Добрый вечер. Илья, вот много говорилось об успехах российского кино в последние годы. Часто кинокритики приводят в качестве примера фильм «Движение вверх», который добился рекордных сборов в российских кинотеатрах. Опять же, многие кинокритики говорят, что это абсолютно Голливуд. То есть историю сделали по шаблонам в хорошем смысле. Я имею в виду хорошую некую коннотацию слова «шаблон» по голливудским лекалам. То есть делать качественное кино полнометражное умеют. И в России за него голосовали рублем. Насколько, по-вашему, будут зрители голосовать за российское кино? И даже не за полнометражное, а именно за сериалы «Долларом» пойдут ли сериалы на Западе? Ну, на самом деле, на этот вопрос, наверное, нет ответа прямого, надо посмотреть. Я думаю, что, в первую очередь, сейчас Россия достаточно выгодная территория, благодаря курсовой разнице, она стала вдруг дешевой территорией для кино. И это прекрасно для индустрии нашей. И, в общем-то, на самом деле, большая победа ребят. Такой прорыв. Может, только позавидовать и сказать «браво». Не знаю их будущее. И я думаю, что... Но идея интересная. Я не могу рассуждать о том, о чем не знаю. Я, к сожалению, не видел. Но меня вот беспокоит локализация. На самом деле, давайте поговорим о таком факторе, как локализация. Это ведь не только дубляж и так далее. Потому что... Ну, все равно, извините за штамп, загадочная русская душа и так далее. А вот сериалы, которые продаются на Запад, и, дай бог, пускай еще больше продается, насколько они близки будут западным зрителям? Вы знаете, мы живем, на самом деле, в достаточно глобализированное время. И, в принципе, у нас у всех одинаковые проблемы. Да, мы разные территории, мы разные культурные особенности имеем в каждой стране. Но век социальной комьюнити, век глобальных корпораций и компаний, мы все так или иначе пользуемся одними и теми же устройствами для связи, для контакта между вашей студией и моей кухней. И мы становимся ближе друг к другу в проблемах и их решениях. Поэтому, почему нет? Да, да, но вы говорите о неких глобальных темах, общечеловеческих темах. Хотя я не знаю тоже движение вверх, при том, что это абсолютно хорошее кино, которое лично мне понравилось. Но будут ли смотреть, не знаю, в Германию, словно говоря, фильм об успехах российских баскетболистов? Потому что, понятно, что история не о баскетболе, она глубже. Но, тем не менее, то, что российское министерство культуры, допустим, сейчас финансирует, я не знаю, пойдут ли эти фильмы. Я понимаю, что, возможно, не стоит такая задача показывать их на Западе. Это не для того, это для российского, возможно, внутреннего рынка. Но, тем не менее, будут ли смотреть российское кино, которое финансируется Министерством культуры на Западе? Хочется надеяться, что да, потому что я точно знаю, что создатели хотели бы этого. Т-34, не знаю, военные фильмы, какие угодно. Вы берете очень глобальные вещи. То есть вы говорите «Движение вверх», уже два раза упомянули. Но «Движение вверх» в действительности абсолютно не российское кино. Это абсолютно чисто голливудская история. Она могла произойти где угодно, в Куалумпуре или в России, в Нью-Йорке или в Токио. И, в принципе, для мальчишек это может быть интересно в любом месте. Если мы говорим про Т-34, ну, после создания «Империи Марвел», история танковых, каких-то глобальной успеха и компьютерной игры про танки, я думаю, что это может быть интересно. Не могу сказать, что это близкое кино для меня, но то, что это может быть интересно для кого-то, почему бы нет. История конкретно этого сериала, она затрагивает будущее. То, с чем мы так или иначе все столкнемся. Существование неких существ, созданных человеком. Уже недавно как раз была новость о том, что машина, которая управлялась автопилотом, сбила какого-то робота, который перебегал не положен в месте дорогу. Мне кажется, что это будущее арена. Илья, я знаю, что вы сняли комедию «Каникулы президента». И там, насколько я знаю, сколько я читал, президента России, которого сыграл, похожий на Владимира Путина, актер Дмитрий Грачев, проводит отпуск в глубинке инкогнито, а возвращаясь в Кремль, принимает потом меры на основании того, что он там увидел. Может быть, я грубо интерпретирую. Но просто вот сам вопрос вам. Как вы считаете, такого рода кино на Западе будут смотреть? Мой проект вряд ли, потому что мы живем все-таки в пирамидальном обществе, в обществе, где верховная власть концентрируется на одном человеке. И поэтому на него возлагаются все надежды, мечты, претензии и так далее. Он и самый лучший, и самый худший человек на свете. Поэтому в России или в странах Востока эта история близка и понятна. Гармон Рашид — это не история из английских мифов. Это история из восточных мифов. И поэтому на Западе нет. Мы делали показ Швеции. И вот шведы, которые никак не имели соотношения с Россией, они просто никакой вещи не понимали. А вот все граждане из постсоветского пространства, они были шокированы вообще возможностью подобной, что нифига себе, так можно. Но вот для них это было понятно. Я не думаю, что это глобальная была бы история. А история роботов и людей — это глобальная история. Это то, что мы переживаем и можем уже начать все переживать достаточно скоро. Хорошо. Но всегда в России встает вопрос денег, кто будет финансировать кино, потому что нету как таковой киноиндустрии, по крайней мере в тех объемах, в каком она существует в Голливуде. И понятно, что если ты хочешь получить хороший бюджет на производство, ты должен обращаться в Минкульт, а там, будь добр, тогда следуй некой повестке. Следуй тому, что, в общем-то, ты вступаешь в отношения заказчик-исполнитель. Все очень просто. Есть в нашей стране единственный глобальный генеральный продюсер. И он выбирает то, во что ему интересно вкладываться с его точки зрения. Это, ну, как бы, если мы уберем, что это глобальный продюсер, это государство, а просто продюсер генерит некий заказ. Это логично. Не есть хорошо, не дает развиться индустрии самой по себе, а все время нужно поглядывать, что было бы интересно генеральному продюсеру. Но, по крайней мере, правила игры, они достаточно очевидны. Хотя, тем не менее, государство иногда поддерживает и то, что впоследствии называют антигосударственными проектами. Ну, бывает всякое. У нас странное государство. Ну, и последний вопрос. Вот, по вашему мнению, показ российского сериала на Нетфликсе, это скорее имиджевое достижение или это уже бизнес? Тут можно вести речь о действительно серьезном бизнесе. Мне хочется верить в то, что это не достижение, а это бизнес, потому что в этом есть финансовый смысл. Как я говорю, сейчас, если раньше Россия была дорогой для производства, для съемок, и многие компании не приезжали в Россию снимать, а снимали Россию в Чехии, или в Болгарии, или в Польше, то сейчас с такой разницей мы становимся очень привлекательной территорией для съемок. У нас очень талантливые люди, у нас талантливые операторы, у нас талантливые, то есть у нас много талантливых людей. У нас нет глобальной индустрии. И продюсер только один. Но у нас есть очень много талантливых одиночек, и это хорошо. И этот приход может развить нашу индустрию. Дай Бог, чтобы это произошло. Спасибо вам большое, Илья Шерстобитов. С нами был на прямой связи. Я благодарю вас за участие в сквозном эфире. Мы говорили о том, что на Netflix Original выйдет сериал российского производства. Он называется «Лучше, чем люди». Права на этот сериал Netflix приобрел, по сведениям источников коммерсанта, на сумму в составляющую примерно 1 миллион долларов.